С древних времён Сновидения связывают с подземным И потусторонним миром Считается, что сон несёт Некое зашифрованное сообщение Разгадать которое Способен не каждый Что снится по ночам жителям Кирова И почему покойники тревожат Своими визитами Эксперты нашей программы уверены Опасные сны могут довести до смерти Вы смотрите мистику вятки Это не продукт нашего воображения Просто люди нам рассказывают Свои истории А мы эти истории Показываем вам Город засыпает Мир сновидений открывается Что происходит с жителями Кирова По ночам И какие кошмары им снятся Ну заповорачиваю Приверну совсем тело не могу Одно еще город стоит И руки на меня протягивают Страшно не проснуться Страшно не вернуться в реальность Эксперты нашей программы расскажут Все про опасные сны Сон это очень тонкая грань Между жизнью и смертью Что делать если покойники приходят во снах Жительница Кирова открыла в себе дар медиума Пойдем со мной У меня настолько одолел страх Что я как сама себе уже Вы просыпайся это сон Это сон просыпайся Я проснулась Как с помощью снов Изменить судьбу И какова цена Игр с подсознанием У нас есть ответы Могут возникать галлюцинации Различного рода Это очень страшно Все мы без исключений Снятся сны Но не каждый готов о них говорить Приоткрыть дверь в мир своих сновидений Согласилась Марьяна Малюганова На протяжении почти всей жизни Ей снятся жуткие кошмары Когда просыпаюсь Я даже не сразу могу понять Что где я сейчас нахожусь И был это сон или нет Сон Это смерть Своего рода Во время сна Человек испытывает состояние Некоторые комы Именно в таком состоянии Наши страхи приобретают форму Подсознание во время сна Транслирует все то Что так сильно беспокоит человеком О чем переживает наша героиня Понять сразу невозможно Но сны этой женщины Действительно вызывают ужас Недавно мне буквально Может полмесяца назад Месяц снился сон Ко мне пришла маленькая девочка Пойдем со мной Сейчас я тебе что-то покажу Садись Мама Иди к нам И когда вот она ровняется Уже вот так вот ко мне Она пыталась мне что-то видно сказать У меня настолько одолел страх Что я как сама себе Я уже говорю Просыпайся Это сон Это сон Просыпайся Я проснулась Наш внутренний мир В сновидениях Становится внешним миром И вот все что мы видим Внутри этого сна Это Наша психика Только представлена в виде образов Это наши переживания Которые представлены в виде образов То есть человек который Грустный У которого депрессия Во снах он будет часто встречаться С какими-то мрачными комнатами Мрачными помещениями Получается Человек сам является Автором собственных кошмаров Но возможно ли Это контролировать В нашу редакцию Обратился мужчина При условии полной анонимности Он согласился Рассказать о том Что происходит по ночам С его телом Меня зовут Дмитрий Попов Где-то год назад Я вообще узнал Что есть такой сон паралич И что вот Как раз эта штука Со мной произошла Вспоминать события Той ночи Ему даже сейчас непросто Отработав двое суток Дмитрий Попов Вернулся домой Кроме сильной усталости Больше ничего не чувствовал Поэтому заснул мгновенно И тут Все и началось Очувствуюсь просто Просыпаюсь от того Что От ощущения ужаса И вижу На потолке Лежит тело Закрытая Белая пастыня Он зовет меня Диму Диму Я чувствую Что просто Я поднимаюсь В этот момент Наверх Во время сна Дух покидает Тело Человек Остается Тело в кровати И душа А дух Начинает Путешествовать Поэтому я всегда Говорю Что сон Это очень Тонкая грань Между жизнью И смертью И эту грань Он как будто Переступил Мысли о смерти Не покидали Во время выхода Из тела Дмитрий Попов Начал прощаться С жизнью Ощущение Неизбежности Смерти Что просто Вот Если Сейчас до потолка Я поднимусь То все Можно с всем Попрощаться Страх смерти Ужас Вот это все И беспомощность То что сделать В этом момент Ты просто ничего не можешь Он не мог кричать Он не мог двигаться Это было Ничто иное Как сон Паралич Чаще всего Человек Испытывает Такое состояние В период С трех До четырех Часов ночи Вернуться в реальность Тогда ему Помогла жена Жена Тогда вздругнула Я Точнулся Проснулся Чувствую Что И тело Оно Не исчезло сразу Оно Просто как расстроилось Такое В потолке Сонный паралич Это естественное явление Которое переживает Каждый человек Это я переживаю Вы переживаете Любой человек С нормальным здоровьем Переживает состояние Сонного паралича Каждую ночь По многу раз Вместе с сонным параличом Могут возникать Галлюцинации Различного рода Это очень страшно Это удивительно Но той же ночью Вспоминая Дмитрий Попов Все повторилось снова Изменился только Сценарий кошмара Лег Снова спать И тут же Второй раз Посыпаюсь От этого же Ощущения ужаса Глаза поворачиваю Повернусь Совсем телом Не могу А у меня фигура Стоит И руки Протягивают Продолжение следует... Создавать сны – это его главное увлечение. Мастер йоги и цигун Евгений Пименов каждую ночь входит в мир энергии. Во время одного из таких путешествий он поднялся над городом. И то, что излучает Киров, ему совсем не понравилось. Энергия Кирова довольно болотистая, вязкая, не полетная, не светлая. Это связано, ну, исторически так сложилось. Весь берег Вятки от Трифоново монастыря и вверх, и вниз – это бывшее кладбище. То есть здесь все усеяно. А на филармонии расстреливали священников, которые служили в Александроневском соборе. Залито кровью праведников. Каких-то дерзких рывков в сторону света Киров ведь так и не сделал. Получается, кошмары жителям города снятся по причине плохой энергетики местности. Но наши эксперты уверены – настроить себя на другую волну сновидений возможно. Все зависит от самого человека. Добрый, светлый, безмятежный человек, нырнув туда, кошмаров не увидит. Он увидит все, что угодно. Это будут ромашки, дети, облачка и ангела. И когда человек, окунаясь в это, видит ад, кошмары и тому подобное, надо облегчать душу. Надо становиться просто светлее самому. Когда кошмары так сильно похожи на реальность, погрузиться в мир сновидений поможет снотворное. Но даже под действием успокоительных спать спокойно бывает непросто. Что ты здесь делаешь? Ты меня не узнаешь? Ты живешь? Я твоя бабушка. Ты чего-то боишься? Да. Кого? И в углу появляется недалеке от меня мужчина. Он был в яркой красной рубахе и такой под 2 метра роста. Он начинает все ближе, ближе к ней подходить. Начинает меня тащить за ноги. И я пытаюсь кричать, помоги мне, пожалуйста, помоги. А крикнуть-то не могу. Что значит этот сон, Марьяна Малюганова не понимает до сих пор. Но даже такими видениями, уверены наши эксперты, можно управлять. Людям, которые переживают такие кошмары, повторяющиеся, можно порекомендовать в этот момент, когда это снова произойдет с вами, когда это снова случится с вами. Нужно просто остановиться и понять, что вы находитесь во сне. Здесь пролети страшного ничего с вами не может. Никто вас здесь не тронет, ничего с вами не случится. Нужно сказать себе, я сплю, и теперь я изменю ситуацию. И это осознанное сны. Такой практикой кировский психолог Евгений Ронжин занимается уже несколько лет. И готов раскрыть секреты, как научиться управлять ночными видениями. Что делать, если покойники приходят во снах? И как попасть в осознанное видение? Смотрите далее. А также мы расскажем, как с помощью снов исполнить любое желание. У нас есть ответы. На протяжении почти всей жизни Мариане Малюгановой снятся жуткие кошмары. Все началось со смерти бабушки. Так, это вот моя бабушка. Умерла она несколько лет, пять лет, шесть назад. Умерла она, к сожалению, по ошибке врачей. У нее был рак. И у нее уже была назначена операция. Обычно при сильной онкологии колют наркотики. А ей дали обычную ножку. И она не дожила час до операции. У нее разорвалось сердце от боли. Затем покойники стали приходить чаще. Во сне они рассказывают о будущих событиях. Сейчас беседы с умершими Марианну Малюганову не пугают. Бабушка приносит в основном только хорошие вести. Самый первый сон. Когда она пришла, я в школе оказалась. В школе и пришла к своей классной руководительнице. Она, к сожалению, тоже умерла. И я стою, разговариваю со своей учительницей. И появляется в дверях бабушка. Но я осознаю, что это моя бабушка. Она такая засмеялась и побежала. Я выхожу на лестничную площадку, а там сидит девочка такая белокурая. И я-то знаю, что это бабушка. Я спрашиваю, присела так на корточке. Бабушка, ну расскажи, как хоть, что там, что хоть будет-то это. Интересно же. Сейчас все будет хорошо. Этот сон, ну тогда я вообще не первый мой это сон был. Значения не привела к нему. А потом выяснилось, у меня пребабушка умерла и родилась в Пасху. И у меня через, ну вот буквально после этого сна, через несколько дней я узнала, что я беременна. И дочь свою я тоже родила в Пасху. И она мне белокурая, как ни странно. Сейчас Аделине Малюгановой 14 лет. Дар медиума она не приобрела. Но к теме снов тоже имеет особое отношение. Я уникальная, что хожу возне, разговариваю. Могу выключить свет, могу включить, могу поразговаривать с кем-то. Могу там на английском пару слов, предложения сказать. Таких людей принято называть лунатиками. Чаще всего активность по ночам проявляют именно дети. Во время выхода из тела дух покидает реальный мир. Физическая оболочка человека отправляется на его поиски. И в этот момент спящего лучше не трогать. Мне мама рассказывала, что я ходила в коридор, разговаривала с кем-то в зеркале. Мне снилось, что я была в каком-то мире. Это был разговор с существом мистическим. Нет оснований утверждать, что те существа, с которыми человек встречается в основедениях, что это какие-то реальные существа. То это просто галлюцинация. Все, что касается галлюцинаций. Когда у человека пограничное состояние, он увидит реальные картинки. Он видит реальные матрицы. Мы с вами сидим в этой комнате. Но здесь есть еще кое-что. Даже тот факт, что мы здесь не одни находимся. Здесь очень много сущностей. Именно таких сущностей и видят Малюгановы. Это особенность их рода. Но есть и те, кто специально провоцирует приход потусторонних гостей. Все о мистических сущностях и даже больше знает Богдан Шишкин. Несколько лет назад он начал самостоятельно изучать техники выпида из тела. Первый осознанный сон он помнит до сих пор. Я почувствовал, что как будто бы рядом снизу, я был на втором ярусе, снизу кто-то стоит. Кто-то черный такой. Я пытался посмотреть, мне было очень жутко страшно. Просто черный силуэт. Кто-то скажет, какие-то это были сущности по-то стороне мигрей. Я понимал, что я во сне, но это было настолько страшно все равно, что ты это не можешь контролировать. Ты просто тебя трясет и чувствуешь сердце, опять же, и не знаешь, что делать. То есть там животная паника. Это опасно. Это очень опасно. Потому что в этот момент, когда наступационный паралич, тело могут завладеть другие совершенно духи. И свой собственный дух, он просто возвращаясь к физическому телу, он просто не найдет там свободного места. И он больше может не вернуться. О том, как вернуться обратно, тогда он и не думал. Все силы были направлены именно на выход из тела. Чтобы попасть в осознанный сон, необходимо усиленная концентрация. Если несколько минут держать взгляд на ладонях, и только после засыпать, образ рук непременно появится во сне. А затем и все остальное. Ты находишься в каком-то мере, допустим, ты гуляешь по этому же Кирову. Допустим, пустой Киров, ничего не происходит. Ты идешь, идешь, идешь. И потом он просто начинает весь там, буквально корюжиться очень быстро. Или наоборот, там медленно, потом снова быстро. Либо он начинает как-то всасываться в точку. И ты ничего не сможешь с этим сделать, ты что-то пытаешься. И тебе опять вот в этот момент, вот в эти моменты тебе жутко страшно. Все закружилось, все завертелось. Какая-то тьма жесткая была, очень такая серьезная тьма. И я проснулся. Важно записывать свои видения в дневник снов. Это позволит контролировать реальность, иначе может произойти сбой. Бывают такие случаи, когда вот тоже так общаешься с каким-то журналистом, еще с кем-то на передаче, на телевидении, или же в гостях сидишь, и вот проводишь проверку реальности, и оказывается, что ты во сне находишься. И это, конечно, бывает шоком. Как разобраться, когда сон, а когда реальность? На это у практика осознанных сновидений Евгения Ронжина есть свой ответ. Например, попробовать выдохнуть воздух через закрытый нос. Как это выглядит? Это выглядит вот так. Вы тоже можете пробовать это сделать, чтобы проверить, спите вы сейчас или нет. Во сне воздух у вас выйдет из зажатого носа по той причине, что дыхание одно и на физическом мире, и на ваше тело, это не физическое. Когда вы выдыхаете воздух, зажав нос, там-то у вас тело не настоящее, как бы оно просто является образом, психическим образом. И поэтому никакого настоящего носа нет. И вы делаете выдох физическим телом, и воздух спокойно выходит через носовые пазухи. Прямо сейчас проверьте себя. Быть может, вы тоже спите или испытываете ложное пробуждение. Сон во сне – это одна из основных ловушек подсознания. Вы как будто вы проснетесь, как будто вы проснетесь. И такие скажете, ох, хорошо, что я выбрался из этого сна. Начинаете что-то делать, действовать, и вдруг просыпаетесь, например, снова, вновь. И думаете, ничего себе, так бывает. И так можно просыпаться очень много раз. У меня много раз такие были случаи пугающие. Например, просыпаешься ты, и вроде кажется, все, проснулся. Везде темно, ночь. Встаешь, выходишь в коридор, а в коридоре там какая-нибудь кофта летает. Ну, как привидение, как призрак. И, конечно, это страшновато. К чему могут привести игры с разумом? И почему Богдан Шишкин больше не пытается покинуть тело? У нас есть ответы. Избавиться от кошмаров и освободиться от негатива можно разными способами. Эко-шаман Елена Макарова рекомендует на протяжении недели спать на лимонах. Цитрусы. Считают в себя все то, что так сильно беспокоит человека. В борьбе с опасными снами поможет даже обычный магнит. Человек, у которого очень часто снятся кошмары, он тревожен. В семье постоянные скандалы, что тоже является неотъемлемой частью нашей жизни. Можно предложить взять магнит перед сном, можно привязать его на лоб, данная техника использовалась моими клиентами, и поносить данный магнит минут пять. Таким образом уходит негатив. С помощью снов можно управлять судьбой. Запрограммировать себя на успех или любовь помогут руны. Нанести знаки необходимо на подушку. Чтобы поставить себе программу на будущее, продвижение по карьерной лестнице, увеличение зарплаты, увеличение и улучшение своего социального статуса, рисуем руны на подушке. Вот у нас получилось с вами три руны. Их можно даже прочитать. Они легко читаются, мир. Спать на такой подушке нужно каждый день. Символы будут действовать на подсознание человека. Из руны можно собрать любое желание. Их сочетание называется став. Став на продвижение в карьере. Это став на благополучие в доме. И это на появление мужчины. Особое внимание нужно уделить ловцам снов. Не стоит сомневаться в их силе. Ловушки можно украсить камнями, рунами или нанести цифровые коды. Держать такой амулет лучше при себе, либо над кроватью. Несколько лет назад Богдан Шишкин начал самостоятельно изучать техники выхода из тела. Тогда об опасности таких экспериментов он даже не думал. Но все изменилось, когда молодой человек попал в ловушку. Я был в какой-то комнате. И я хотел постоянно выйти из этой комнаты. Просто подходил к двери. И дверь кто-то постоянно толкал. Это длилось несколько раз. Кто-то мне мешал выйти. Ну и в какой-то момент я просто решил побежать. Я почти открыл дверь. И кто-то очень резко ее захлопнул. Это, ну, на тот момент мне было очень страшно. Это самая настоящая игра со смертью. Потому что осознанный выход из тела – это игра с собственным духом. А давай мы с тобой поиграем. И я сейчас там буду какую-то практику делать. Этапы какие-то совершать. И ты, дух, выйдешь из меня. Но мы не имеем права так делать. Потому что это сказал разум. А дух с разумом редко соглашается. И идет война. Такие люди в итоге сходят с ума. Именно эта мысль тогда не давала покоя. И при соснании Богдан Шишкин решил прекратить, пока не стало слишком поздно. Внимание! Эксперты нашей программы предупреждают. Практика осознанных снов и выхода из тела может быть опасной для жизни. Практика осознанных снов и выхода из тела не рекомендуется людям, которые психически незрелые, детям. Людям, которые имеют какие-то психические отклонения. Всем им практика это не рекомендуется. Потому что действительно можно запутаться в мирах сна и бодрствования, потеряться и оказаться где-то, например, в лечебнице. Можно умереть во сне. Особенно в осознанном сне можно умереть и не проснуться. Почему? Потому что все впечатления очень яркие. Все происходит как будто по-настоящему. И если сердце слабое, то от сильного эмоционального возбуждения можно умереть во сне. Спокойной ночи. Именно этого желают близкие перед сном. Но каким будет мир сновидений, зависит только от состояния самого человека. В России ежегодно во время сна умирает примерно несколько тысяч человек. Точных цифр нет. А вот причин ухода из жизни множество. И не стоит исключать из этого списка опасные сны. В любом случае, наши наблюдения продолжаются. Вы смотрели «Мистику вятки». Это не продукт нашего воображения. Просто люди нам рассказывают свои истории. А мы эти истории показываем вам. «Мистику вятки» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok